Мы продолжаем путешествие по Красноборскому району и едем в настоящее время на родину очень выдающегося человека, я бы сказал даже легендарного. Почему? Потому что то, что он делал в своей жизни, многими исследователями, историками рассматривается как легенда, придуманная, ну, непонятно только с какой целью. Это камнетез Самсон-Суханов. До конца маршрута осталось 200 метров. Вот такая дорога ведет в деревню Завотихинская. Деревня Завотихинская. Очень красивые места. Мы заехали на гору. Здесь должен быть где-то установлен памятный знак. Всего хорошего. Не забывайте делать добрые дела. Это Вера Брежнева нам рассказывает какие-то секреты для того, чтобы жизнь была наша и жизнь окружающих гораздо лучше. Так, но пока мы не видим... Дорога ужасная, конечно же. Пока мы не видим никакого памятника. У нас уже был опыт поиска таких, как бы сказать, святых источников. Мы однажды вот так же ехали и искали в музей русской избы. Ну и тоже ничего хорошего не нашли. Вот. Надеюсь, что памятный знак выдающемуся земляку нам отыскать удастся. Дорога ужасная, просто ужасная. Да? Да, конечно. Какая-то зараза съедает. Смотри, все у них тут. Бои. Бои. Должна быть какая-то... Вот, проехали. Так, вот это надо в сторону съехать, наверное. Мы проехали, богополучно. Блин, может надо проехать дальше и развернуться, я не знаю даже. Есть, есть. Видишь, вот он? Вот он. Вот он, смотрите-ка. И действительно, сейчас мы развернемся. Так, тут колодец. Видишь колодец, да? Вижу колодец. По-моему, он не видит вообще. Потому что тропинка всегда взялась. Да нет, тут вот дорога даже. Не тропинка, а дорога. Да. Очень тяжело находить объекты туристского осмотра в Архангельской области. Проявит там машинка? Да, проявит. Все удалось. Мы прекрасно все нашли. Вот. И мы находимся в настоящее время на памятном знаке в честь уроженца деревни Завотежица. Завотежица. Самсон Ксенофонтовича Сулханова. 1768-1840 годы, годы жизни. Здесь, в деревне Завотежица, 27 июня, по старому стилю, 1768 года родился Самсон Ксенофонтович Сулханов. Камнетез, строитель Санкт-Петербурга. Вот такое единственное изображение этого человека, которое было обнаружено не так давно. Других изображений его нету. Вот на его родине деревни Завотежица, которая существует по настоящее время, установлен такой памятный знак, выполненный из куска гранита Если вы посмотрите статьи в Википедии, то этот человек причастен к строительству очень многих известных всеми зданий и сооружений города Санкт-Петербурга, включая Исаакиевский собор, Александрийскую колонну и так далее и тому подобное. Вот эта деревня, где он родился, и здесь же ему установлен памятный знак. Ладно, вышли. Вот так я тебе переключу к себе. Ой, птички сият, на заборе ничего не боятся. Воробушки это. Воробушки. Да, деревня, где родился выдающийся зодчий. А можно ли его назвать зодчим? Выдающийся зодчий. Как бы сказать, в биографии Самсона Суханова очень много непонятных вещей, противоречащих друг другу. Вот. Но этот вопрос пусть разбирают историки. Вот. Мы же нашли то место, где он родился. Мало того, Самсон никогда не забывал свою малую родину и даже меценировал деньги в строительство каменного храма. Ну, как, кирпичного храма. Здесь только не в этой деревне, а в деревне неподалеку. Сейчас мы туда проедем. Вот. И тоже ее осмотрим. Мы пробираемся к церкви. Точнее сказать, к руинам церкви, которая была построена в том числе и на деньги каменотеса Самсона Суханова. Вот. Впереди мы видим развалины. Не знаю, видно вам или нет. Здесь две церкви и погост. И вот. Да. Вот она большая церковь. Это церковь, как раз строительство, которое финансировал Самсон Суханов. В детстве нам рассказывали различные сказки про джунгли, города, заросшие лианами. Мы с вами находимся в принципе на севере, ну, на юге Архангельской области. И передо мной, с той стороны, находится церковь, которая на сегодняшний день полностью заросла лесом. Вот так вот. Сама церковь, смотрите, уже деревья. В детстве, когда я учился в седьмом классе, эту церковь я видел за несколько километров совершенно из другого населенного пункта и через поля приходил к ней. и сегодня я вижу вот такую картину, то есть дикий лес все кругом, ни о каких полях. Вот мы тут искали, ездили, доискали, да еле нашли. Субтитры сделал DimaTorzok Я снимал церковь и мой квадрокоптер влетел вот в эти деревья. Вот. Почему-то у него не сработали датчики, он стал падать и упал вот сюда, вовнутрь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok кому-то угодно, чтобы я вошел в эту церковь. Я был здесь со всем ребенком, мне было всего то ли 12, то ли 11 лет. я тогда я был уже поражен вот этим величием, вот этой красотой. Меня всегда восхищают кирпичные вот эти вот кладки, которые стоят веками. ух ты, туда уходят люки под землю. Вот здесь какие-то сделаны ниши, похожие на печи, как будто камины. с одной стороны нечто похожее. Дымоход с другой стороны, то есть это вот печь такие. вот здесь тоже видите такой же такая же ниша в стене. Это тоже печь. Такой как камин. Я бы даже назвал это камином. еще здесь я помню из детства есть проход в стене. Видимо, этот проход находится в колокольне. очень опасно ходить. Вот сохранилась отделка оконного проема, гипсовая штукатурка. А здесь обратите внимание бетонный блок. там балка полбревна и идет бетонный блок. Посмотрите, какие большие кирпичи. Огромные кирпичи. из которых сделана эта церковь. Вот бетонный блок с противоположной стороны. это непосредственно колокольня. Сама колокольня. внутри колокольни еще один что-то такое. тут, кстати, тут видно, что перекрытия упали. Я не знаю, помещение, как мини-алтарная какая-то часть. не знаю, что такое. Очень жутко, потому что видите, все очень сильно порушилось. Я помню, как в детстве я залезал вот по этой лестнице, уходил туда наверх. сейчас, мне безумно страшно вообще. Оно такое все шаткое, меня никто никогда не найдет здесь. Я был уверен, что я не пойду к церкви. Я планировал подлететь к ней с дороги, отфотографировать, отснять. Но, как видите, волей судьбы мне пришлось забраться в нее. церковь, конечно, в очень ужасном состоянии. Я думаю, что реставрации не подлежит. Я очень рад, что остался цел мой квадрокоптер. Кстати, уже уходя, я увидел табличку. Объект культурного наследия регионального значения. Церковь Вознесенская. 1829 года постройки. Строитель и Водолеев. Памятник города строительства и архитектуры в составе комплекса Евдокского прихода. Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред объекту культурному наследию, несут ответственность в соответствии с законодательством. Хорошо бы, если бы еще государство тоже какую-то ответственность несло и не только развешивало такие таблички, но и принимало реальные меры для их сохранения в плане объектов культурного наследия. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok